Самое загадочное происшествие в истории авиации. В небе над южной частью Индийского океана через 40 минут после взлёта исчез пассажирский лайнер MH370. А вот сейчас, спустя 4 года, Малайзия возобновила поиски. Какие обстоятельства стали поводом для нового расследования? На борту пропавшего самолёта находился пассажир из России, иркутский дайвер Николай Бродский. Его фотографию с подписью «Инструктор» до сих пор не убрали с сайта клуба подводного плавания. Родственники и коллеги не смирились с потерей. Друг Николая Виктор Григоров будет называть его живым до тех пор, пока не получит официального подтверждения, что самолёт действительно разбился. У него большой опыт, именно связанный с опытом выживания. Даже если он попадает в какую-то ситуацию, в экстремальную, он из этой ситуации найдёт единственный правильный выход всегда. В катастрофу не верит и сын Бродского, Лев. Это его эксклюзивное интервью после нескольких лет молчания. Да тут очень простое объяснение. Он никуда не падал, никаких катастроф там с ним не происходило. В течение целого месяца с момента исчезновения у пассажиров самолёта продолжали работать мобильные телефоны и компьютеры. Как это возможно, если борт разбился или утонул? В начале этого года судно американской компании Ocean Infinity отправилось в зону поиска. Но что именно интересует эту организацию? Люди или груз, который находился на борту? Почему она вдруг снаряжает огромную экспедицию? И что рассчитывает найти в океане спустя 4 года? Уэйн Мэтсон – известный американский журналист и аналитик. Он сопоставил факты и пришёл к невероятному выводу. Если уж австралийские военные разведчики не смогли ничего найти, то с чего вдруг это удастся какой-то техасской компании? Разве что они их знают больше, чем все остальные. Засекреченные списки раскроют чудовищную ложь. Что на самом деле хотят найти американские спецслужбы, когда ищут исчезнувший Боинг? Чёрные ящики с целью сокрытия следов преступления. Конвейер лжи на фабрике грёз. Эксклюзивное признание самого известного продюсера Голливуда о технологии самых грандиозных вальсификаций. Запусти любую утку, поверят всему. Липовые спецназовцы и поддельные архивы. Как спецслужбы США скрывают свои преступления? Солдат, который там писал книжку, якобы штурмовал, убивал Ген-Ладона. Позорная тайна кремлёвского доклада. Шокирующая информация от бывшего разведчика ВМС США. Только в засекреченных списках. Следующим шагом станет то, что ещё не было использовано – военная конфронтация. Какую ложь скрывает саркофаг над четвёртым блоком Чернобыльской АЭС? Наиболее вероятность сценария состоит в том, что под реактор был заложен ядерный заряд. Зачем Пентагон рассказал миру про НЛО? Давайте-ка наших доблестных военных оснастим современными оружиями. Какие русские нужны «Оскару»? И почему американские продюсеры выискивают грязные факты о нашей стране? Спасайся! Не делай, не делай этого! Иди сюда! Только сегодня. Впервые на телевидении. Чёрный список самых страшных подлогов. Мы раскроем истинные причины крупных катастроф и громких преступлений. Кто стоит за обманом и кому выгодно всеобщее заблуждение. Только сегодня. Альтернативные версии громких событий, а также то, о чём все боятся говорить. Поиски Боинга малазийских авиалиний стали самыми масштабными и дорогими в истории авиации. Их ввели 8 стран в течение 1046 дней. На земле, на воде и под водой. Бывший глава Международной ассоциации воздушного транспорта Тони Тейлор считает рейс MH370 самой удивительной головоломкой за свою карьеру. Накануне поиски возобновили третий раз. И до сих пор об этой истории достоверно ничего не известно. Не установлено даже место падения. Не говоря уже о том, где пассажиры. Где самолёт? Или то, что от него осталось? Пропавший Боинг на седьмом месте засекреченного списка. Сергей Мельниченко проводил независимое расследование и пришёл к выводу, что вся официальная информация об этой трагедии – ложь чистой воды. Очень много информации в официальном расследовании либо скрывалось, либо искажалось. По каким причинам – непонятно. Достоверно известно, что через 40 минут после взлёта Боинг исчез с радиолокаторов диспетчерских служб. Но его можно было наблюдать со спутника. Лайнер резко изменил курс, уйдя с маршрута на запад. И потом был в воздухе ещё примерно 7 часов. Радары стран, которые были обязаны следить за бортом, почему-то его потеряли. Индия промолчала, сказала, что ничего не видела. Мы докопались до такой информации, что на западном побережье Австралии находится суперсовременный радиолокатор, который является загоризонтным. Однако, когда австралийцев запросили о предоставлении данных с этого локатора, они ответили, что не работал он в это время. Неужели в 21 веке так легко потерять целый самолёт? Да, но только в одном случае, если это тщательно спланированная операция по его угону. Всё дело в том, что на борту находились китайские и малазийские инженеры, летевшие на выставку в Пекин. Учёные разрабатывали секретное оборудование для НАСА и участвовали во многих проектах оборонных ведомств. А кто должен был приехать на выставку? Может, северокорейцы, может, иранцы. Мы не знаем наверняка. Но если вдруг представилась бы возможность продвинуть высокотехнологичные американские полупроводники на открытый рынок в Пекине, то почему бы тут ЦРУ или любому другому европейскому разведывательному управлению не вступить в игру и не угнать самолёт? Полковник запаса ФСБ Юрий Курносов считает, исчезновение самолёта связано с учёными. Самолёт мог где-то приземлиться, значит, высадить пассажиров, которых потом спрятали. И потом уже лётчик один продолжил полёт и впоследствии был уничтожен. Однако охотиться могли не только на инженеров, но и на ценный груз. Что же перевозили в багажном отсеке? Эта информация почему-то засекречена до сих пор. От нас скрывают информацию о грузе, находившемся на борту самолёта. Но не верю я, что пассажиры летели на торговую выставку, а в грузовом отсеке были одни мангустины, какие-то тропические фрукты. Это против всякой логики. Сначала говорили о плодах мангустина. Спустя две недели просочилась другая информация. Якобы на борту «Боинга» находились литий-ионные батареи. Но простая математика подсказывает. В багажном отделении везли нечто более серьёзное. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Хотя обычно такой самолёт перевозит на 50 человек больше. Как объяснить намеренное удержание авиакомпании такого количества свободных мест? Может быть наличием дополнительного груза? Если 50 умножить на 80 – это усреднённый вес пассажира с багажом, то получается 4 тонны. По мнению журналиста и бывшего офицера разведки ВМС США Уэйна Мэтсена, именно этот секретный груз и собирается искать компанию «Оушен Инфинити». Причём совершенно бесплатно. Но давайте разберёмся, что это за компания. Смотрите далее в засекреченных списках. Лживый шоу-бизнес. Кто виноват в том, что нам врут? Эксклюзив от самого известного продюсера Голливуда. Запусти любую утку. Поверят всему. Когда и почему приказу воскреснет Усама Бен Латан? И я не сильно удивлюсь, если там очередной раз Бен Латан где-нибудь всплывёт. Кто нажился на Чернобыльской трагедии? Первое действие, которое было совершено в подписании, соглашение гор Чернобыль. Фейк или правда? Куда любят летать НЛО? А главное, зачем? Вау! Вау! Это похоже на падающее маленькое солнце. Крейзи Рашин. Америке показали новое кино про сумасшедшую Россию. Фильм паразитирует на огромном количестве записей с видеорегистраторов, которые наши граждане выкладывают в интернет. А прямо сейчас. Что на самом деле ищут спецслужбы на месте исчезновения Боинга? И преступление ценой в 40 миллионов долларов. История самого чудовищного обмана из уст независимого журналиста и бывшего разведчика США. Эксклюзив нашей программе. Потребности национальной разведки стоят сильно выше интересов пассажиров и экипажа. Есть ли надежда найти живыми пассажиров пропавшего рейса? Часть пассажиров могла быть действительно жива. Где-то до сих пор содержится. Беспрецедентная поисковая операция в Индийском океане. Почему американская компания взялась бесплатно разыскивать обломки пропавшего малазийского Боинга? ТОП-7 вопиющих примеров обмана и подлога только в засекреченных списках. Что представляет собой компания Ocean Infinity, которая по собственной инициативе начала поиски пропавшего Боинга? Журналист Уэйн Мэтсон выяснил, что раньше она называлась фрискейл-семикандатор. И тогда открылось самое интересное обстоятельство. Именно на эту компанию работали пропавшие ученые-инженеры. Компанию продали буквально сразу после пропажи малазийского лайнера. Покупатель — голландская фирма NXP, а затем ее перекупила калифорнийская Qualcomm. И вот сейчас вдруг появляется компания Ocean Infinity и говорит, мы сможем отыскать самолет на дне Индийского океана. Но вот интересный факт. Головной офис фирмы — в Техасе. Там же, где до недавних пор располагалась и фрискейл-семикандатор. Журналисты проекта «Засекреченные списки» несколько недель пытались получить комментарий от представителей этой фирмы. В итоге Ocean Infinity отказала в интервью. Компания закрыта ото всех мировых СМИ. И еще одна странная новость. Американское судно, которое разыскивало самолет, исчезло с радаров и не выходило на связь более трех суток. Об этом сообщил телеканал Fox News. Это произошло 1 февраля 2018 года. Корабль нашли только через 80 часов. Специалист по геолокации Ричард Кол заявил, что пока неизвестно, была это ошибка экипажа или умышленным исчезновением с радаров. Многие эксперты сходятся во мнении, экипаж судна мог специально скрыть свое местоположение. Но зачем? Результаты поисков, согласно пресс-релизу Ocean Infinity, станут известны совсем скоро, в начале апреля. Но эксперты нашей программы уверены, и в третий раз никто ничего не найдет. А если и найдет, то никогда об этом не расскажет. Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев уверен, шансы найти самолет есть. Ну, в этой истории были такие случаи, что самолет находили даже через 40 лет. Вот когда пропал Бабарасилий самолет, то же самое. Ну, его искали, конечно, активно и знали маршрут, но так как джунгли долго не могли. Но если американцы взялись за эти дела, значит, они точно знают место падения, и зачем упал, и как упал. В этом уверен и американский независимый журналист Уэйн Мэтсон. Он не исключает, что сам лайнер в целости и сохранности может стоять в каком-нибудь ангаре Пакистана. Было множество случаев, когда самолет объявляли пропавшим, особенно часто в Африке. А он вдруг всплывал под другим регистрационным номером на другом конце света. На таких самолетах обычно поставляли оружие для так называемых злодеев. ЦРУ, кстати, в их числе. И военный эксперт Игорь Никулин не сомневается. Родственникам пропавших рано терять надежду. Есть предположение, что часть пассажиров могла быть действительно жива. Где-то до сих пор содержится. Никулин выдвигает еще одну невероятную версию. Возможно, американцы ищут не пассажиров и даже не груз. Это операция по зачистке улик. Может быть, ищут все-таки черные ящики с целью сокрытия следов преступления. Не зря независимые авиаэксперты разных стран выдвигают одинаковые версии, что якобы малазийский Боинг пропал в результате секретной спецоперации. Потребности национальной разведки стоят сильно выше интересов пассажиров и экипажа. Спецслужбам не привыкать. Они постоянно врут и убивают. На поиски Боинга малазийских авиалиний уже потрачено более 40 миллионов долларов. Сумма для такой операции беспрецедентная. Для сравнения, такие же деньги будут израсходованы на организацию Евроигр в 2019 году. Поиски самолета сами по себе выглядят как фарс. Ведь за такие гонорары никто не стал бы искать останки людей, родственникам которых уже выплатили все компенсации. А вот для сокрытия следов масштабного преступления или поиска ценного груза деньги не такие уж и большие. Поэтому самый главный вопрос. Какой груз мог стоить подобной аферы? И кто за всем этим стоит? Пропавший Боинг, который никто не ищет и, скорее всего, никогда не найдет на седьмом месте в засекреченных списках. Далее в засекреченных списках. Понравился ли Бен Ладену репортаж о собственной смерти? Невероятные подробности гибели террориста номер один. Это хороший просто такой яркий сюжет для американского боевика, но здоровый человек, он вряд ли поверит в такую ахинею. Чернобыль раскрывает тайны. Кто устроил техногенную катастрофу? Само строительство и само проектирование было с привлечением иностранных агентов. Где делают НЛО? И чем летающая тарелка круче истребителя? Стоимость такой тарелки я не превышаю. Стоимость современного истребителя, а вероятнее всего, на порядок меньше. Бывший разведчик ВМС США расскажет о самой чудовищной лжи, в которую мы верим. Были планы по извлечению выгоды из падения Советского Союза с того момента, как только Советский Союз распался в начале 90-х. А прямо сейчас. Технология лжи от самого известного продюсера Голливуда. Редкое интервью. Не пропустите. Запусти любую утку. Поверят всему. Почему во всем мире так популярны ягодицы Ким Кардашьян? Фейки. Кому горячие фейки? Задача – раскрутить артиста любыми поводами. И секса не будет. В большом городе – совершенно точно. Если говорить о Джессике Партер, я думаю, она могла бы быть полюбезнее. Но сначала тайны загадочного и лживого Голливуда. Только в засекреченных списках. Энтони Турк – самый известный в Америке пиар-менеджер знаменитостей. Дотянуться до него – все равно, что достать до голливудской звезды. Сегодня только в проекте «Засекреченные списки» Энтони раскроет все самые лживые выходки знаменитостей. А также расскажет, зачем они врут своим поклонникам. Самые громкие звездные подделки на шестом месте засекреченных списков. Это секс-символ Голливуда Ким Кардашьян. Она не актриса и не певица. За ее плечами средняя школа. Но Ким знает весь мир. А все благодаря ее пятой точке. И виртуозной лжи. Вот такие снимки Ким выложила в сеть сразу после рождения своего третьего ребенка. Модель снялась с обнаженной грудью. Из одежды на ней только крошечное белье и шуба, которая скорее подчеркивает, а не прикрывает наготу. За них Кардашьян сорвала шквал овации. Больше трех с половиной миллионов лайков. И не важно, что дочку по имени Чикаго выносила и родила не она, а суррогатная мать. А все аппетитные снимки светской львицы не более чем обман. Вот как гламурная дамочка выглядит в жизни. Она как минимум на 20 килограммов больше, чем на фото. Гуру пиара Энтони Турк уверен, Ким нельзя открывать поклонникам правду. И если Ким Кардашьян просто каждый день будет ходить в магазин за покупками, отводить детей в детский сад и варить мужу ужин, никто ее шоу в жизни смотреть не станет. Никому она тогда будет неинтересна. Это официальное интервью Ким Кардашьян после одного из скандалов. В интернет попало любительское видео, где звезда занимается сексом. Ким заявила, что хакеры взломали ее компьютер. Меня выставили в негативном свете. И я почувствовала, что нужно работать в 10 раз больше, чтобы заставить мир увидеть настоящую меня. В студии программы следующая глава Ким сама скромность. Многие поклонники прониклись и пожалели американскую звезду. Действительно неловкая ситуация. При этом рейтинги дивы взлетели до небес. Пока не стало известно, что светская львица специально организовала утечку информации, чтобы сорвать джекпот. Еще один скандал. Пятую точку Ким поцеловал украинский пранкер Виталий Сидюк. Действительно, на эту часть тела каждый, кто видит звезду, обращает внимание в первую очередь. Но буквально несколько дней назад весь мир узнал секрет популярности звездных ягодиц. Оказывается, над ними колдует целая бригада специалистов. Вот так ягодицы Ким Кардашьян готовят к съемкам. А так выглядит конечный результат, который и преподносится публике. Но несмотря на то, что все тайное рано или поздно становится явным, Ким еще не раз обманет своих поклонников. Так же, как это когда-то делали агенты кумира 80-х Крис Ари. Артист приезжает, он смертельно болен, его уже больше вы никогда не увидите, немедленно покупаете билет. Я помню, 15 лет назад такое проходило, например, с Крисом Рея. Приезд артиста обставлялся бешеными медицинскими справками, что вот все, уже последняя стадия у него какого-то там самого безумного рака и все, и все. Вы не увидите больше никогда. Ничего, приезжает каждый год нормально. Певица Марайя Керри. Совсем недавно на красную ковровую дорожку в Голливуде она вышла вместе с мужчиной на 13 лет моложе себя. Таблоиды поспешили сообщить у 47-летней поп-дивы новый любовник. Самая любимая газетная утка это новости о расставании двух знаменитостей или слухи о новом романе. Когда у нас есть два клиента, один уже признанная звезда, а второй еще не так знаменит, я отправляю их вдвоем на ковровую дорожку. Ложь вскрылась, когда мы Раю застукали с настоящим бойфрендом канадским рэпером Дрейком. Профессиональный спорт давно стал в Америке вторым Голливудом. Атлеты точно так же купаются в лучах славы, зарабатывают на ней миллионы долларов и нещадно дурят своих поклонников. Этих героев фанатки долгие годы считали брутальными мачо. И они изо всех сил подыгрывали и работали на такую репутацию. Пока не взбунтовались и не захотели не только публичного, но и личного счастья. Это Марк Фостер, шестикратный чемпион мира по плаванию. В конце 2017 года он дал скандальное интервью, в котором признался, что врал всему миру больше 25 лет. Не то, чтобы меня кто-то заставил раскрыться, я просто уклонялся от ответов. Говорил полуправду, не был честен с самим собой, что было хуже только для меня. Теперь мне 47 лет, и я уже не участвую в соревнованиях. Я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе. Олимпийский бегун, британский легкоатлет Колин Джексон. Раньше он тщательно скрывал свою гомосексуальность, но теперь, когда его карьера близится к закату, решил шокировать поклонниц признанием в любви к мужчинам. Профессиональный гонщик Дэнни Уоттс больше 20 лет был секс-символом для миллионов поклонниц. Но выяснилось, что женственного в Дэнни гораздо больше, чем мужественного. Тем не менее, он старательно создавал легенду о себе, сменил несколько девушек, женился и даже стал отцом. А это знаменитый бейсболист Рэйн Джордан Сантана. Камин-аут он совершил в середине 2017 года в прямом эфире на ТВ. Это был крик души человека, который больше не может жить в постоянной лжи. Это легендарная четверка, актриса сериала секс в большом городе. Поклонники свято верили, они лучшие подруги и в реальной жизни. Но недавно вскрылся обман. В жизни женщины друг друга и на дух не переносят. Если говорить о Джессике Паркер, я думаю, она могла бы быть полюбезнее. Сара Джессика Паркер пыталась спасти легенду о крепкой дружбе. Но Ким Кэтрол лишила ее такого удовольствия и отказалась играть роль Саманты в новом фильме. Многие поклонники разочаровались, но популярность актрис снова взлетела несмотря ни на что. Тебе не приходится постоянно проталкивать его имя в заголовки газет, знакомить его с журналистами, потому что пресса уже давно знает, что это за человек, что это за артист. Американские звезды не зажигают, а отжигают и ловят хайп. Казалось бы, переплюнуть голливудских лгунов невозможно, но кое-кому все-таки удалось. Через несколько минут мы расскажем о том, как обманывают в России. Далее в засекреченных списках. Секретная разработка Стива Джобса в руках террористов. Что нашли в телефоне Бен Ладена? Скандал был на эту тему, что не дает шифр сама компания, даже спецслужбам. Чернобыль и развал Советского Союза. Как это связано? Сенсационная версия. На ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы была затрачена огромная сумма в 200 миллиардов долларов. И откровение бывшего разведчика ВМС США. Эксклюзив засекреченных списков. Были планы по извлечению выгоды от падения Советского Союза с того момента, как только он распался в начале 90-х. Стой, стреляем! Что такое зона 51? И почему ее так усиленно охраняют? полицейский стоит и смотрит в бинокль. Видите на нас? А прямо сейчас самая чудовищная ложь шоу-бизнеса. Зачем нам все время врут? Свадьба знаменитая образца января 94-го года, она в принципе как бы и запустила весь этот процесс, когда начали делать вот эти сенсации. Русский фейк, который покорил Голливуд. Потому что они себе позволили быть такими дерзкими девочками. Самое интересное впереди фантастическая ложь и самые грандиозные мистификации современности только в засекреченных списках. Скандально известная Ольга Бузова. Совсем недавно она появилась в обнимку с Джереми Миксом, моделью и самым красивым преступником Америки. На счету Джереми больше десяти ограблений. Несколько дней Ольга подогревала слухи о своем романе со звездой фэшн индустрии. Тем более, что параллельно развивались другие события. Свадьба экс-супруга Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова с моделью Анастасии Костенко. Но вскоре ложь все-таки всплыла на поверхность. И выяснилось, Джереми Микс прилетел в Россию не развлекать, а по делу для съемок в клипе Бузовой и за немалый гонорар. Никаким романом там и не пахло. Пиар-компания прошла на ура и в Инстаграме Бузовой прибавилось несколько десятков тысяч подписчиков. В нашей стране только один гений самопиара, у которого никогда не бывает промашек. В умении извлекать из публики эмоции Аллу Пугачеву еще никто не превзошел. Свадьба знаменитая образца января 1994 года, она в принципе как бы и запустила весь этот процесс, когда начали делать вот эти сенсации. Все время вбрасывались вот фейковые новости о том, что она родит, она не родит, она ушла со срадой, она ушла со срадой, ну и так далее. Одна из самых свежих авантюр нашего шоу-биза певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева собираются пожениться. Я хочу у Виктории сделать предложение, потому что эту девушку я знаю давно. Пиарщики улыбаются. Неужели еще есть люди, которые в это верят? Басков раз-бас с Лопыревой, потом бас-бас он с другой, бас-бас он с другой. Это все фейковые вот эти вещи, на самом деле никаких романов там нету. И они прекрасно понимают, что очень быстро публике надоедает вот этот именно роман. Его с этой конкретной девицей надо, значит, другую подбирать. Они подбирают другую, договариваются, платят ей деньги. Певица Лена Катина раздает автографы своим немногочисленным поклонникам. А ведь когда-то о ней говорила вся страна. На певицу Лену и Юлю никто бы не посмотрел, если бы не миф, о двух девушках-лесбиянках. Елена Кипер одна из продюсеров группы Тату. Она рассказывает, как рождалась ложь. Фейк, естественно, мы запускали уже через прессу. Поначалу ради проекта солистки старались вовсю. Потому что они себе позволили быть такими дерзкими девочками. И любой фейк, фейк, что их забрали в милицию, что это все были истории выдуманные. В неделю раз выходила фейковая новость. Фанаты бьются в экстазе. Но уже скоро все они будут разочарованы. Девчонки, которые так наивные и по-детски горячо клялись друг другу в любви, вышли замуж. У татушки Юли двое взрослых детей. Фейк основной в том, что эти девочки не были никогда подругами. Не все ходили на концерты, не все понимали. Когда большая ложь вскрывается, софиты гаснут, а толпы фанатов расходятся по домам. Певец Прохор Шаляпин. Многие до сих пор уверены, финалист проекта «Фабрика звезд» родственник великого Федора Шаляпина. Состоящего имя Андрей Захарченков в Волгограде, по классу баяна учился в музыкальной школе. Придумал он эту историю, что он является внуком Федора Ивановича Шаляпина, его брата, Василия. Хотя Василия, брата у него никогда не было, звали его Игорь, детей у этого Игоря не было, поэтому и внуков никаких не может быть. Что зарубежный, что отечественный шоу-бизнес, это прежде всего фабрика фальшивых новостей. Звездам удобно прятаться под масками, потому что на самом деле они мало чем отличаются от простых людей. И они будут врать до тех пор, пока люди готовы обманываться сами. Далее в засекреченных списках. Какую ложь скрывает саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС? Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что под реактор был заложен ядерный заряд. 22 миллиона на рекламу НЛО. Почему наблюдать за инопланетянами доверили миллиардеру? Ну, один умный эксперт сказал, у них там больше воруют. Такие русские нам не нужны. Почему американских продюсеров стали интересовать самые грязные факты о России? Слухайся! Не делай, не делай этого! Иди сюда! Бен Ладен живее всех живых. Сделано лучше, чем в Голливуде. Кто писал сценарий секретной операции Копье Нептуна? Это хороший, просто такой яркий сюжет для американского боевика, но здоровый человек, он вряд ли поведет в такую ахинею. Шокирующая ложь о скандальном кремлевском докладе. Эксклюзив засекреченных списков. Мне кажется, профессор Коэн прав, когда говорит, что следующим шагом станет то, что еще не было использовано. Военная конфронтация. А прямо сейчас понравился ли Бен Ладену репортаж о собственной смерти? Невероятные подробности гибели террориста номер один только в засекреченных списках. Ау, Чарли! Чарли! О, Чарли, мне действительно больно! Вирусное видео, которое когда-то было самым популярным в сети. Эти кадры, а также детские мультфильмы и смешной рекламный ролик найдены в памяти компьютера террориста номер один. Лидера группировки Аль-Каида Усамы Бен Ладена. А теперь сенсация. Все это вместе с секретными файлами недавно обнародовала ЦРУ. Центральное разведывательное управление опубликовало дневник Бен Ладена и 470 тысяч других засекреченных документов. Все заговорили о том, что новые данные прольют свет на то, как жил и работал, а главное, как был убит самый известный в мире террористов. Но не тут-то было. Представителей прессы смутило отсутствие подлинников. Все материалы перевод с арабского, причем весьма вольный. ЦРУ обвиняют в распространении фальшивых новостей. Речь идет о недавно рассекреченных файлах, в частности, о рукописном дневнике Усамы Бен Ладена. Что спецслужбы пытаются скрыть от общественности? Чуть ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что Усама Бен Ладен жив и очень хорошо себя чувствует на одном из закрытых Багамских островов вместе с питьюжонами. Да еще и получает от спецслужб США жалования по 100 тысяч долларов в месяц. Об этом написали все ведущие СМИ. Бен Ладен жив и здоров. Спецоперация Копье Нептуна, которой никогда не было и быть не могло. На пятом месте засеквеченных списков. Уже через час сообщения об удачном завершении операции по ликвидации лидера Аль-Каиды Бен Ладена назвали чудовищной ложью. Но почему? Давайте разберемся. Эта знаменитая фотография, которую опубликовало пакистанское телевидение, оказалась с дешевой подделкой. Британское еженедельное новостное издание Guardian тут же заявило фальшивка еще и очень низкого качества. Журналисты провели собственное расследование и нашли исходную картинку. Вот это фотография 1998 года. Судя по всему, отсюда мастера фотошопа и взяли нижнюю часть лица для снимка, открытый рот и бороду. Сходство невероятное, не правда ли? Нашлась и верхняя часть фотографии. Снимок погибшего араба из Ирака. Сомнений нет. Опубликованное фото грубо сделанный фейк. Неудивительно, что вскоре фотографию начали убирать отовсюду. Но тщетно. Ее копировали быстро. За считанные часы снимок увидел весь мир. А еще через несколько часов анонимные пользователи выложили в сеть видео с подписью «Усама Бен Ладен смотрит репортаж о собственной смерти». Вот эти кадры. Тот самый дом, куда в ночь с 1 на 2 мая 2011 года по официальной версии ЦРУ ворвался отряд морских котиков США и изрешетил спящего Бен Ладена с женами и охраной. Подполковник запаса ветеран группы антитеррора Альфа Андрей Попов принимал участие во многих сложных компаниях. И то, как проходила операция по ликвидации главаря Аль-Каиды вызывает у него массу вопросов. По ликвидации, конечно, по алгоритму там было достаточно одного агента ЦРУ, который даст радиомаяк метку для ракеты. И все там накрыли бы. Это кадры дома, снятые со спутника. Попасть в одиноко стоящее строение несложно даже без радиомаяка. Но вся правящая верхушка США жаждала шоу. Как пишет британская газета Daily Mail буквально за 20 минут до начала штурма, президент США Барак Обама играл в гольф на авиабазе Эндрюс, а к положенному времени вернулся в Белый дом. Оттуда на весь мир растиражировали вот эту фотографию. Президенты представители администрации с напряженными лицами следят за развитием событий. Как непобедимый американский спецназ расстреливает террористов. Складывается ощущение, что все это хорошо отрепетированный спектакль. Но странности на этом не закончились. Спустя полгода после секретной операции США в Пакистане впервые стала известна альтернативная версия той операции. Бойцы элитного спецподразделения «Морские котики» рассказали свою правду. И она не совпала с тем, что озвучили все мировые СМИ. Как сообщает «Сандэй Таймс», спецназовцы дали подробное интервью своему командиру Чаку Фарару, который включил его в свою книгу. Вот выдержка из нее. Внутри находились лидер Аль-Каиды и его самая молодая жена Амаль. Бен Ладен толкнул ее, заслоняясь от нападающих. Она закричала «Нет, нет, это не он». Даже сами спецназовцы не уверены, что убили того самого Бен Ладена. Человек, за плечами которого десятки секретных операций, подполковник запаса Андрей Попов считает, операция «Копье Нептуна» напоминает голливудский блокбастер. Что мне бросилось в глаза, что это как бы укладывалось те шаблоны, которые американцы постоянно прорисовывали с помощью Голливуда в своих фильмах, когда это касалось террористов. Что террорист именно выглядит так, что он живет именно так, именно в таких странах, как Пакистан. По официальной версии, после атаки и процедуры опознания американские военные похоронили тело в море. Позже этот поступок американские военнослужащие объяснили тем, что ни одна страна не приняла бы останки террориста номер один. Бросили в море куда-то, причем взлетев в этом огромном вертолете, сбросили куски мяса в море и забыли место, где это находились. Ну, это хороший, просто такой яркий сюжет для американского боевика, но здоровый человек, он вряд ли поверит в такую ахинею. Интересно, что за несколько месяцев до ликвидации в Голливуде приступили к съемкам художественного фильма под названием «Убить Бен Ладена». Сценарист точно предсказал то, что произошло в Пакистане. Эксперт Андрей Попов считает, авторы операции «Копье Нептуна» провернули гениальную аферу, создали события мирового масштаба для спасения своего самого ценного агента Усамы Бен Ладена. На уровне руководителей или курирующих зама Центрального разведного управления принимаются решения о его эвакуации. Делаются подставные люди, тем более прах развеяли, кто там был на самом деле, никто никогда не докажет. А вот выдержка из интервью с лидером Кубы Фиделем Кастро, который также однозначно утверждал, что Бен Ладен никто иной, как агент ЦРУ. Усама был агентом США. Он всегда появлялся в моменты, когда нужно было поднять президентский рейтинг или напугать мир. Даже Газдеп не отрицает, что да, действительно, это был такой вот агент, который должен выполнять какие-то благие в их понимании функции для дела мира. Самой главной задачей элиты США в тот момент была победа на выборах Барака Обамы. Он шел на второй президентский срок. Лидер Америки стремительно терял популярность. Ему была необходима мощная медиаподпитка. Такая, например, как успешная борьба с терроризмом. Аль-Каида это образ, это американские деньги, это активность ЦРУ, политический и геополитический заказ американских элитов. Вот что такое Аль-Каида. Поздно вечером 1 мая 2011 года крупные американские СМИ уже знали, президент произнесет важную речь. Все ждали ее с нетерпением. Сегодня по моему указанию Соединенные Штаты провели целенаправленную операцию против этой постройки в Аббатабаде в Пакистане. После перестрелки они убили Усаму Бен Ладена и подобрали его тело. Через несколько минут после официального объявления ликующие толпы собрались у Белого дома, Всемирного торгового центра, Пентагона и в Нью-Йорке на Тайм-сквер. Люди ликовали, отмечая победу демократии над терроризмом. Цель была достигнута. Историю с ликвидацией террориста номер один до сих пор подчищают, старательно убирают свидетелей и выбрасывают в интернет якобы подлинные рассекреченные документы. Но подведем итог. Видео нет, фото нет, тело нет, нет ничего. Даже спецназовцы, непосредственные участники операции загадочным образом умерли. Все, кроме одного. Об этом совсем скоро, только в засекреченных списках. Оставайтесь с нами. Далее в программе. Загадки Чернобыля. Кто планировал самую большую техногенную катастрофу в истории? Само строительство и само проектирование было с привлечением иностранных агентов. Кто придумал сказку о кровожадных инопланетянах? Впервые называем имена. Люди в Соединенных Штатах, да и во всем мире любят истории про космических пришельцев. Крейзи Рашин. Америке показали новое кино про сумасшедшую Россию. Фильм паразитируют на огромном количестве записей с видеорегистраторов, которые наши граждане выкладывают в интернет. Шокирующая ложь о скандальном кремлевском докладе. Эксклюзив засекреченных списков. Следующим шагом станет то, что еще не было использовано. Военная конфронтация. Липовые спецназовцы и поддельные архивы. Как спецслужбы США скрывают свои преступления? Вот этот солдат, который написал книжку, якобы штурмовал, убивал Бен Ладена. Когда и почему приказу воскреснет Усама Бен Ладен? И где сегодня можно встретить главаря Аль-Каиды? Он скрывается где-нибудь в Саудовской Аравии, живет приспокойненько, пользуется процентами от вкладов. Прямо сейчас как в США уничтожают свидетелей собственной лжи? Только в засекреченных списках. Не переключайте, и вы узнаете правду. 6 августа 2011 года, через три месяца после кампании по ликвидации Усама Бен Ладена, 22 спецназовца, которые уничтожили террориста, погибли разом в одном вертолете. По версии американских спецслужб, их сбили талибы в Афганистане. Рука Аллаха дотянулась до последних убийц Бен Ладена. Это надпись на видео с недавней казнью американского солдата в Сирии, еще одного бойца из отряда морских котиков. И еще одна смерть. В это же время в Йемене при попытке захвата ракетного комплекса СКАД, с помощью которого повстанцы Хуситы пытались обстрелять столицу Саудовской Аравии Эр-Риад, погибает еще один морской котик. Участник операции Копье Нептуна. Это можно было бы назвать совпадением «Война есть война», если бы не одно «но». После этой загадочной цепочки смертей многие СМИ вышли с заголовками «Ликвидация ликвидаторов». Родные погибших из 6-го отряда спецподразделения «Морские котики» считают это работой внутренних сил. Но почему знаменитый убийца Бен Ладена, спецназовец военно-морских сил США Роберт О'Нилл, до сих пор жив и здравствует? Более того, он стал настоящей телезвездой, дал сотни интервью и даже выпустил книгу о том, как он лично убивал главаря «Аль-Каиды». Меня зовут Роберт О'Нилл и я был морским котиком, а также я являлся участником кампании по ликвидации причастных к теракту 11 сентября. Ветеран группы антитеррора Альфа Андрей Попов считает, этот рыжеволосый обаятельный мужчина не имеет к копью Нептуна никакого отношения. В противном случае он бы разделил судьбу погибших друзей. Я уверен в том, что вот этот солдат, написал книжку о том, как он штурмовал, якобы штурмовал, убивал Бен Ладена, там вот все, держал его за бороду или что-то. Наверняка работал как бы по закону спецслужб, которые сказали, надо вот как-то уверить все-таки еще раз поработать с общественностью, для того, чтобы она точно поняла, что мы молодцы. Кого же в действительности убили тогда спецназовцы США? Ответ на этот вопрос мог бы дать единственный пока еще живой свидетель операции. Пакистанский врач Шакил Африди. Он помог ЦРУ выследить лидера Аль-Каиды Усаму Бен Ладена. В 2011 году медик по заданию американской разведки организовал фиктивную программу вакцинации в районе, где укрывался эмир. И таким образом сыграл ключевую роль в поимке террориста номер один. Но вот незадача. В 2012 году он был приговорен к 33 годам заключения. Предполагается, что Шакил Африди сотрудничал с местной вооруженной группировкой. Однако справедливость обвинений вызывает сомнения. А власти США почему-то не торопятся вызволять его из тюрьмы. Думаете, вам удастся освободить доктора? Думаю, да. Причем за пару минут. Я скажу освободите и его освободят. Этому обещанию Дональда Трампа скоро исполнится два года. Политолог Валерий Коровин уверен. Всей правды об обстоятельствах операции Копье Нептуна мы не узнаем никогда. И вскоре американские сценаристы в погонах предложат миру новый увлекательный сюжет о борьбе с терроризмом. Американские спецслужбы вынуждены брать тайм-аут. Для того, чтобы выработать новую стратегию после очевидного поражения в Сирии американцам нужно временно размышлять. Стоит ли снимать следующий сезон? То есть арестом заканчивается вот этот сирийский сезон ДАИШ. Был ливийский сезон, до этого был иракский сезон, а сейчас сирийский сезон он закончился. Последние серии главного героя арестовывают. И все замерли в ожидании нового сезона. А что будет дальше? Подполковник запаса Андрей Попов уверен, этому американскому сериалу уже скоро 40 лет и финальную серию снимать никто не собирается. Болька известная террористическая организация, это первая организация, которая профессионально занимается терроризмом в мировом масштабе и для кого теперь уже не секрет, что она была создана в Соединенных Штатах Америки и ее спецслужбами. О, мой гад! Но где скрывается террорист номер один Бен Ладен и как он теперь выглядит? Большая часть экспертов засекреченных списков уверена, он живет и здравствует в рамках американской программы защиты свидетелей. Я думаю, где-то ходит по нью-йоркским булочкам такой вот кашляющий старичок совершенно там уже в другом образе, без челмы, нормальной американской бейсболки, такой вот с палочкой, попивает кока-колу и прекрасно себя чувствует. Ему вполне могли сделать пластическую операцию и новые документы. Все эксперты и российские и зарубежные сходятся в главном. Бен Ладен может до сих руководить террористами и работать на спецслужбы США. Он работал на ЦРУ, в конце концов. Зачем его было убивать? Это полезный для них очень человек, который в дальнейшем может продолжить свою деятельность. Чудовищная ложь о смерти главаря террористической организации Аль-Каиды на пятом месте засекреченных списков. Далее в программе. Кто лжет о кремлевском докладе? Версия независимого американского журналиста и бывшего разведчика ВМС США. Эксклюзив засекреченных списков. Следующим шагом станет то, что еще не было использовано. Военная конфронтация. НЛО сделано в Калифорнии. Чем летающая тарелка круче истребителя? Стоимость такой тарелки не превышает стоимость современного истребителя, а вероятнее всего на порядок меньше. Как имидж страны портит любовь к гаджетам? Тайное государство в государстве. Кто управляет Америкой на самом деле? Эти люди, как правило, а, никем не избраны, и, б, они остаются на своих местах вне зависимости от администрации. Чудовищная ложь, которую скрывает саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской наиболее вероятность сценария состоит в том, что под реактор был заложен ядерный заряд. Кто мог спланировать эту катастрофу? Само строительство и само проектирование было с привлечением иностранных агентов. И как чернобыльская трагедия связана с развалом СССР? Прямо сейчас, что сотни сталкеров до сих пор ищут в зоне заражения? Самая шокирующая ложь и те, кому она выгодна только в засекреченных списках. Меня зовут Сергей Трейсер. В этом видео покажу вам, как я пробираюсь в зону отчуждения. К пути меня ожидают местные патрули и другие сложности. Вот уже 30 с лишним лет Чернобыль туристический объект. Стать нелегальным сталкером можно всего за 15 тысяч рублей. Зона отчуждения привлекает фотохудожников, исследователей, блогеров, и экстремалов всех мастей. Все они без устали выкладывают в сеть видео и фото с пометками «авария и катастрофа». Хотя то, что произошло здесь, следовало назвать по-другому. Все больше ученых сходится в одном. Чернобыльская трагедия не случайность, а хорошо спланированная диверсия и попросту, внимание, теракт. Так вот, заметьте, в мифологии Чернобыля об этом никто ничего не говорит. И это скорее странно. Что это означает? Что на самом деле не было теракта? Скорее напротив, что этот материал по разным причинам нужно было убрать. Материалов о терактах на Чернобыльской АЭС в популярных изданиях действительно не найти. Но за секреченным списком удалось связаться с Сергеем Салем, физиком и автором сенсационной идеи ядерного терроризма и диверсии на атомной электростанции. С моей точки зрения она была именно терактом. И это не только моя точка зрения, это точка зрения людей, которые заседали у нас в Государственной Думе и подробно рассматривали все события, связанные с Чернобыльской аварией на самом деле диверсии. О том, что четвертый энергоблок взорвали, сегодня говорят многие физики-ядерщики ликвидаторы и исследователи. Специалисты из многих властей из ядерной физики, из геофизики пришли к выводу о том, что причиной аварии послужило внешнее влияние. То есть причины аварии не надо искать ни в реакторе, ни в регламенте и ни в персонале. Чернобыльский теракт на четвертом месте засекреченных списков. Характер разрушений вот что сразу удивило и насторожило многих ученых и ликвидаторов. Стены четвертого энергоблока практически не пострадали. Зато изнутри реактор буквально превратился в пепел, как будто неведомая сила перемолола его в труху. Недавно шведские ученые опубликовали в журнале Nuclear Technology результаты своего сенсационного исследования. Они рассчитали сколько ксенона образовалось в реакторе до и во время взрыва. А также вычислили как менялось соотношение радиоактивных изотопов до самого их выпадения в Череповце. Шведы даже смоделировали погоду, которая сопровождала распространение продуктов ядерной реакции. После чего пришли к шокирующему выводу. Во время аварии на Чернобыльской АЭС произошел ядерный взрыв мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Кандидат физико-математических наук Сергей Саль со шведами согласен. Он уверен, под реактором могла находиться ядерная бомба. Глубой вариант, что этот заряд был в самом реакторе заложен, тоже не исключено. Все возможно. Дело в том, что американцами еще в 70-е годы была разработана технология сноса бетонных небостребов с помощью небольших ядерных зарядов, заложенных в подвале. Для того, чтобы превратить эти балки и все плиты в порошок, требовалась направленная ударная волна, которая создавалась с помощью ядерного зарядой. Своя версия страшных событий есть и у инженера-физика Алексея Золотарева. Он изучает подробности трагедии уже много лет. Одна из его работ называется «Геофизические причины Чернобыльской аварии». В ней Золотарев обращает внимание на очень странные факты. За две недели до рокового дня в Припяти начали происходить необъяснимые явления. Официальные сводки скорой помощи зафиксировали небывалое количество инсультов и инфарктов у местных жителей. А электрики Жека взбились с ног, ремонтируя выходившие из строя электроприборы. Перед вами уникальный метеоснимок. Этот метеоснимок показал совершенно удивительную картину. Прохождение над этим регионом трех циклонов. Это очень странные циклоны. Это было три одинаковых циклона примерно равной мощности и шли они по одной оси с юга на север и это очень напоминает знаете как в морском бое подводная лодка торпедирует вражеский корабль и она для надежности посылает не одну торпеду сразу к три. Вроде бы ничего странного но дело в том что ни до ни после аварии таких природных явлений в районе Чернобыля не наблюдалось. Это были предвестники землетрясения и сбои и в реакторе сбои в турбине в том числе и перекосы фундаментов некоторых агрегатов это тоже были косвенные проявления геофизического события которое происходило в недрах под Чернобыльской атомной станцией. Означает ли это что причиной аварии на Чернобыльской АЭС стало землетрясение? Но как? Ведь она расположена на просторах среднерусской равнины где землетрясений не бывает? Геофизическое оружие к сожалению существует оно создано давно. Геофизическое или тектоническое оружие это устройство или установка способное вызывать землетрясения извержения вулканов а соответственно цунами тайфуны и циклоны. Предположительно такое оружие есть у США России Китая и Японии но фактически его наличие не подтверждает ни одно из этих государств так как использование сил природы в военных целях запрещено конвенцией ООН еще в 1977 году. Но если такое возможно то оборудование необходимое чтобы устроить землетрясение должно было располагаться в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС или даже на территории комплекса. Но каким образом все это могло попасть на советский особо охраняемый объект? Об этом далее в засекреченных списках. Далее в программе 22 миллиона на рекламу НЛО. Почему наблюдать за инопланетянами доверили американскому миллиардеру? Один умный эксперт сказал у них там больше воруют. Да они там все крэйзи. Америке показали новое кино про сумасшедшую Россию. Фильм паразитируют на огромном количестве записей с видеорегистраторов которые наши граждане выкладывают в интернет. Шокирующая правда о скандальном кремлевском докладе. Эксклюзив засекреченных списков. Следующим шагом станет то что еще не было использовано военная конфронтация. А прямо сейчас кто нажился на трагедии века? Чернобыль продолжает раскрывать свои тайны. Первое действие которое было совершено это подписание соглашение гор Черномыр. Преступный сговор в высших эшелонах ЦК КПСС. Впереди самая страшная ложь и тот кто за ней стоит. Только в засекреченных списках. По некоторым данным за день до Чернобыльской катастрофы работники станции испытывали новый способ разгона турбины. Техника практически сразу стала выходить из-под контроля. Начались очень странные поведения реактора которое заключалось в том что он вел себя нештатно. То есть когда оператор давал задание на определенное действие допустим на уменьшение пара реактор вел себя прямо в противоположном направлении пара наоборот увеличился. Как реактор мог выйти из строя за 20 секунд? То есть он почти с нуля с низкого уровня мощности сумел разогнаться и разорваться в течение 20 секунд это было просто необъяснимо. Это было что-то феноменальное. Эксперты засекреченных списков уверены тот самый злосчастный эксперимент с турбиной не был случайным. Распоряжение о проведении теста отдал киевский обхом. Диверсия готовилась чуть ли не с момента строительства АЭС с 70-х годов прошлого века. Само строительство и само проектирование было с привлечением иностранных агентов. Они там проектировали именно такой энергоблок который мог при небольшом землетрясении раскачаться треснуть и дать большой радиоактивный выплеск. Было рассчитано розовый ветров что именно пойдет все на европейскую часть что осядет это все в начале западной Европы чтобы она была возмущена и тоже была ослаблена этим радиоактивным облаком. Политолог Валерий Коровин тоже не сомневается иностранных агентов заранее внедрили и в киевский обком и в ряды сотрудников АЭС. Работа с ними велась планомерно. А тогда это было осуществленно сложнее и программа она могла сработать при определенных условиях при все-таки непосредственном доступе который осуществился через американскую агентуру внедренную уже в персонал станции. осознавали ли исполнители Чернобыльского теракта что они делают? Профессор Игорь Астрецов считает не вполне люди могли использоваться вслепую и конечная цель заказчиков тоже была для них загадкой. развалить Советский Союз и снабжать атомно-энергетическую Соединенных Штатов ураном обогащенным. Первое действие которое было совершено подписанием соглашения Горчернонавр по снабжению атомной промышленности Соединенных Штатов российским ураном. Итог. На нашу страну обрушилась страшная трагедия. А штаты получили 500 тонн урана по цене в разы ниже рыночной. На ликвидацию последствий Чарубовской катастрофы была затрачена огромная сумма 200 миллиардов долларов. Кроме того катастрофа поставила под угрозу развитие ядерной энергетики в СССР. Было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 новых АЭС. Заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих атомных электростанциях. Радиоактивные осадки долгое время выпадали даже в Ленинградской области. И это еще не все. Высокая концентрация изотопов Цезия обнаружилась в Арктике, в лишайнике и в мясе животных. Ядерная катастрофа, которая произошла в Чернобыле, она имела не только радиолокационные и радиационные последствия, в том числе для жизни многих тысяч людей, но еще и политические и геополитические последствия, подтолкнув советское руководство к эвакуации, спешной эвакуации с Восточной Европы и сдаче всех позиций, которые были там завоевываны по результатам Второй мировой войны. За каждой большой ложью, как мы убедились, стоят чьи-то большие интересы. По мнению наших экспертов, теракт в Чернобыле мог быть и взрывом ядерной бомбы, и залпом тектонического оружия и намеренным сбоем программы. Единой версии, с которой было бы согласно все экспертное сообщество, не существует до сих пор. Далее в засекреченных списках. Ложь о нашумевшем кремлевском докладе и правда о нем. Из уст независимого американского журналиста и бывшего разведчика ВМС США. Эксклюзив засекреченных списков. Были планы по извлечению выгоды от падения Советского Союза с того момента, как только он распался в начале 90-х. Угроза, сопоставимая с Пёрл-Харбором и терактом 9-11. Сенаторы США обвинили Россию в нападении на демократию. Чем знаменит автор фейков о русских? У него существует большое количество конкретных интересов, завязанных на территории Российской Федерации. Такие соседи нам не нужны. Почему американские продюсеры ищут только самые грязные факты о России? Да вот же они, смотрите. Суперсекретное видео инопланетного корабля, обнародованное заокеанскими военными. Ты только посмотри на это, парень. Что-то здесь не чисто, да? Кто ещё сумел снять пришельцев? И куда они прилетают чаще всего? Это похоже на падающее маленькое солнце. Тратим, потратим миллионы долларов. Зачем Пентагон рассказал миру про НЛО? Давайте-ка наших доблестных военных оснастим современными оружиями. Самые интересные впереди. Только в засекреченных списках. Самая чудовищная ложь и те, кому она выгодна. Пентагон потратил десятки миллионов долларов на размытые снимки НЛО. С таким сенсационным заголовком вышла газета New York Times. В самой статье речь шла о том, что Министерство обороны США финансировало исследование неопознанных летающих объектов, чтобы определить, являются ли они аппаратами вражеских стран или кораблями пришельцев из космоса. Светящиеся ауры и черные деньги. Загадочная программа НЛО Пентагона. НЛО существует. Во Вселенной есть обитаемые миры. Пришельцы периодически наведываются на нашу планету. И, возможно, они уже среди нас. Во всяком случае, именно в этом нас пытаются убедить много лет подряд. Сегодня засекреченные списки расскажут, чем эта программа является на самом деле и как к ней относятся ученые. НЛО реальность или вымысел спецслужб. Третья строчка засекреченных списков. Эти кадры Министерство обороны США рассекретило незадолго до Рождества 2018-го. Видео тут же попало в сеть. Эта ерунда продолжается, брат. Да их тут целый флот. Посмотри на юг. О, господи! Они что, действительно движутся против ветра? В Пентагоне уверены, два истребителя военно-морского флота США сели на хвост объекту внеземного происхождения. Официально утверждается, встреча произошла над Тихим океаном. Два самолета взлетели с авианосца Нимец и перехватили неопознанный объект. Он сначала внезапно появился на высоте примерно 40 тысяч метров, а потом опустился к воде. Вглядимся еще раз в эти кадры. Если бы не комментарии пилотов, распознать в крохотной точке НЛО было бы крайне сложно. Публикация таких видео, где пилот гонится за летающей тарелкой, это, скорее всего, способ появлечь аудиторию, чтобы люди понимали, на что тратится огромный бюджет. За несколько дней это видео посмотрели миллионы, несмотря на крайне низкое качество. Кстати, оно вызывает вопросы. Что за аппаратура стоит на военных истребителях США? Ведь даже обычный видеорегистратор или смартфон дает лучшую картинку. значительное количество людей естественно будут безоговорочно веять тому, что идет телевизор. Может быть, будут сомневаться, но повеят. И это относится к любым кадрам, где якобы запечатлен НЛО. Вот, к примеру, видео из Калифорнии. Человек с камерой уверен, он видит нечто инопланетное и громко восхищается моментом. Вау! Это похоже на падающее маленькое солнце. А здесь непонятный объект то ли парит в небе, то ли падает на землю и умудряется при этом менять форму. На этих кадрах небольшой летательный аппарат легко догоняет самолет, пролетает над ним и стремительно удаляется. Или вот, цилиндрический предмет, похожий на сигару, непрерывно мигает огнями. В Германии круглый светящийся шар преследует многотонную фуру. И только это видеоисключение. НЛО здесь видно довольно четко. Но он не один. Его сопровождают истребители ВВС США. 1947 год. Американские ВВС сделали громкое заявление. Близ авиабазы Розуэля, штат Нью-Мехико, потерпел крушение неопознанный летательный объект. Буквально через несколько часов появилось опровержение. Никакой аварии не было. Прочие данные о происшествии немедленно засекретили. И с тех пор не утихали слухи, будто Вашингтон прячет пришельцев. Причем, как только интерес к теме затихал, ЦРУ и ФБР искусственно подогревали его. Но зачем? 1995 год. Те самые засекреченные кадры аварии полувековой давности неожиданно всплывают на британском телевидении. Продюсер Рэй Сантеле утверждал, он познакомился с оператором, который находился в Розуэле в 1947 и якобы тот согласился продать часть отснятого материала за огромные деньги. Вот мир наконец увидел представителя внеземной цивилизации. Любители тайн буквально обезумели. Миллионы кассет с этим видео были проданы по баснословной цене. 70 долларов за штуку. Но три года назад английский скульптор Джон Хэмфри признался, инопланетянин, которого резали ученые, это латексный муляж, изготовленный лично им. А недавно нашелся и автор киношедевра, малоизвестный режиссер Спирос Меларис. Он заявил, что выполнял заказ того самого британского продюсера Реа Сантили, за которым, уверены эксперты, стояли спецслужбы США. По одной из версий пленка с липовым пришельцем часть хитроумной игры американских военных. Они хотят, чтобы вопрос о существовании инопланетян так и оставался без ответа. Потому и снимки, сделанные истребителями такого низкого качества. Но что же на самом деле скрывается за этими размытыми точками? Расскажем через несколько минут. Далее в программе. Да они там все крэйзи. Америки показали новое кино про чокнутых русских. За секречным списком раскрывают истинные причины русофобии. Наш эксклюзив откровение независимого американского журналиста и бывшего разведчика ВМС США. Следующим шагом станет то, что еще не было использовано военная конфронтация. Стой, стреляем. Что такое зона 51 и почему ее так усиленно охраняют? Полицейский стоит и смотрит в бинокль. Едите на нас? НЛО сделано в Калифорнии. А также чем летающая тарелка круче истребителя? Стоимость такой тарелки не превышает стоимость современного истребителя, а вероятнее всего на порядок меньше. 22 миллиона на рекламу инопланетян. Почему наблюдать за пришельцами доверили миллиардеру? Один умный эксперт сказал, у них там больше воруют. Впереди топ-3 засекреченных списков. Самая чудовищная ложь. Эти кадры сделал американский дальнобойщик из Невады. Однажды ночью посреди пустыни он встретил грузовик, который перевозил летающую тарелку. груз сопровождали машины с мигалками, а двигались они в сторону базы ВВС. Все происходило в нескольких километрах от зоны 51. При попытке приблизиться к 51, нас встречают вот такие вот машины. Полицейский стоит и смотрит в бинокль, видите, на нас. Так называемая зона номер 51 это огромная территория в штате Невада, куда посторонним вход запрещен. И посторонние тут все, кроме военных и спецслужб. Полеты гражданской авиации над этим участком тоже под строгим запретом. По официальной версии, в этих краях испытывают новые воздушные аппараты. В Соединенных Штатах, безусловно, возможны разработки каких-то вооружений и летательных объектов, которые похожи на то, что мы называем летающими тарелками. Российский физик Павел Полуян 25 лет изучает НЛО. Он уверен, странные объекты в небе никак не связаны ни с далеким космосом, ни с иными мирами. Так называемые летающие тарелки и летающие треугольники. Это земная техника, такая технология совершенно не фантастическая. Она используется в Соединенными Штатах Америки с конца 40-х годов. Летающие объекты в виде тарелок это аппараты вертикального взлета ортопреты. Под корпусом у них мембраны и электромагнит. За счет них они движутся. Так что никакого волшебства. Чистая физика считает эксперт. Американцы начали активно продвигать эту технологию еще в 20-е годы прошлого века. А первых серьезных результатов достигли уже к середине 40-х. Сначала это были просто мембраны, которые колебались за счет электромагнитной индукции. вот такие аппараты летали в 50-е годы, а потом вот уже на последнем этапе эта техника достигла некоторого совершенства и там в общем такие двигательные плазменные панели. Кстати, аппарат плоский именно из-за формы электромагнита и мембраны. Получается, американцы просто прикрываются пришельцами, выдавая за НЛО свои супер секретные разработки. Что касается уже империи лжи, которая выстроилась и была сознательно выстроена спецслужбами США вокруг этой технологии, это уже тема отдельного разбирательства. Вероятно, сначала Пентагон хотел использовать свои тарелки как средство доставки ракет. Но затем необычным аппаратом нашли более хитрое применение. Тарелки оказались почти идеальными шпионами. В отличие от самолетов, они почти бесшумны. К тому же, даже если противник обнаружит в небе такую штуку, то задумается. А как себя с ней вести? На самом деле, они всегда врали, врут и будут продолжать врать дальше. Потому что вранье это основа американской политики. Уже несколько лет странные тарелки регулярно видят над Ираном. Причем над теми районами, где сосредоточены ядерные объекты Исламской Республики. Довольно часто появляются тарелки в китайском небе. А во времена СССР НЛО регулярно наведывались туда, где шла разведка перспективных месторождений. Но, как утверждает эксперт засекреченных списков, советские военные быстро поняли, что это за пришельцы. И даже научились бороться с хитрым тарелочным шпионажем. Отдельной строки создания НЛО в огромном военном бюджете США разумеется, нет. Аналитики уверены, финансирование тарелок Пентагоном маскируют под одну из своих проблем по разработке перспективных вооружений. Узнать, сколько точно на это уходит средств, практически невозможно. Зато рассекреченные недавно документы позволили предположить, поддержку проекта в год тратится не меньше 22 миллионов долларов. Но самое интересное, всю программу ведет частная компания Бигилу Аэроспейс. Именно она занимается сбором следов пребывания пришельцев на Земле и хранит всю информацию. Если за некий проект ответственно 10 структур, из них половина государственных, половина коммерческих, то если некий проект заканчивается ничем, то можно списать на одной из 10, выбирать любую и, разумеется, повесить всех собак на какую-то коммерческую структуру. Так неужели все фотографии и видео, на которых запечатлены странные летающие объекты и необъяснимые явления, подделка? И все тарелки, которые видели земляне, сделаны на секретных заводах в Калифорнии? Вовсе нет. Просто Пентагон умеет грамотно выдавать только нужную часть информации об НЛО. Что же касается внеземных цивилизаций, эксперты уверены, спецслужбы, американские в том числе, неоднократно имели с ними контакты. Вот только документы, подтверждающие это, никто и никогда не покажет. Далее в засекреченных списках. Запад твердит о российской угрозе. Однако нажать на ядерную кнопку готовится Белый дом. Эксклюзив от независимого американского журналиста и бывшего разведчика ВМС США. Да они там все крэйзи. Америке показали новое кино про сумасшедших русских. Как гаджеты портят имидж страны. А также кровавые разборки на американских сабвеях. Там количество погибших на дорогах превышает количество погибших на дорогах в нашей стране. Только в заседреченных списках невероятная ложь и те кто за ней стоят. Это трейлер фильма Дорожное кино который уже вышел в американский прокат. Весь он смонтирован из кадров снятых видеорегистраторами россиян. 67 минут в кадре только страшные аварии кровавые драки неадекватные водители горящие бензоколонки медведи и даже танки. Кинокомпания Ascilloscope Labortris создавшая картину рассчитывает на феноменальный успех. Этот фильм паразитирует на огромном количестве записей с видеорегистраторов которые наши граждане выкладывают в интернет. Это не говорит о том что у нас танки по дорогам ездят каждый день. Но с какой целью заокеанские продюсеры столь старательно рылись в нашем белье. Эксперты считают что это классический пример пропаганды и кинокомпания просто выполнила чей-то заказ. На втором месте обманов нашего времени самые изощренные способы пропаганды. Половинчатая правда которая нередко оказывается хуже лжи. Российские водители и вправду нередко возят с собой биты топоры и даже травматическое оружие. Но как правило они прячут их в салоне на всякий пожарный. Использовать этот арсенал для разрешения дорожных конфликтов готовы лишь единицы. Сколько пинчеров на базе? Пятеро. Пятеро? Ответ неправильный. Мы научили весь мир более ответственному поведению за рулем. Потому что водитель который ездит с камерой понимает что эта видеозапись может быть использована в том числе и против него. А вот что у россиян действительно развито так это чувство локтя. Мы из сугроба кого хочешь достанем и прикурить заглохшей машине предложим и даже в пробке вперед пропустим если вежливо попросить. Стой, стой вот владелец внедорожника пришел на помощь застрявшей пятерке просто поднял ее и подтолкнул а этот автолюбитель не побоялся в час пика становиться на оживленной магистрали ради того чтобы спасти жизнь крошечному котенку вот еще один спасенный хвостик его неравнодушный водитель буквально выдернул из-под колес а на этих кадрах видно как движение замирает пока улицу переходит утка с целым выводком утяга газовать на встречке развернувшись в неположенном месте значит рисковать не только жизнью но и правами почему мотоциклист идет на это потому что торопится спасти жизнь незнакомому человеку эй не делай не делай этого иди сюда как это он так как это он так и таких вот роликов где водители останавливаются чтобы перевезти через дорогу старика или вытащить с проезжей части ребенка все эти тысячи однако в американском фильме их нет порядочных и отзывчивых россиян тоже ни одного когда речь заходит о нашей стране хваленая западная объективность видимо исчезает кстати если кто думает что в США за рулем ездят исключительно ангелы он глубоко заблуждается тем более что там каждый желающий может кинуть в багажник своей машины не только биту но и вообще все что угодно хоть боевой автомат из-за этого выяснение отношений на американских дорогах регулярно заканчивается кровавой трагедией автовладельцы в штатах кажется разучились разговаривать малейшая проблема и они тут же хватаются за оружие вот пример такой дорожной перепалки слышь ты тупой выродок ты кто такой чтоб меня подрезать если бы один из водителей не нажал на тормоз все могло закончиться куда печальнее а эти два шофера решили прямо на дороге почесать кулаки один был близок к победе но тут появилась женщина и дала понять что тоже хочет участвовать на этих кадрах отношения выясняют не только мужчины с женщинами но и их дети вот как джентльмен учит автоледи правильно водить машину чему удивляться у них в Америке ведь равноправие а этот пожилой мужчина не спеша и вроде бы спокойно подходит к соседнему авто и советует водителю не задерживаться тебе нужны проблемы чем больше страна тем больше бывает различных стрессовых ситуаций я думаю что если поехать в глубинку США то точно так же можно увидеть каких-нибудь медведей перебегающих дорогу понятно что если очень постараться то можно где-нибудь поймать танк переезжающий через магистраль может такая агрессия просто часть генетического кода ведь покорителям дикого запада часто приходилось сражаться за жизнь в Мичигане испортилась погода и спровоцировала ДТП в нем участвовали больше 40 машин водители трех из них погибли просто потому что не знали как вести себя в такой ситуации в Америке вообще в непогоду ездить не принято и любой снегопад который жителя к примеру Норильска рассмешит в США приравнивается к национальной катастрофе взять северную Америку там количество погибших на дорогах превышает количество погибших на дорогах в нашей стране весьма характерный пример зафиксировала камера наблюдения с автомагистрали штата Висконсин перед развязкой начинается пробка и никто не тормозит вот кто-то теряет управление и выталкивает соседей на обочину эту ошибку повторяет следующий водитель потом еще один и еще уже ясно что впереди авария и что же делают водители да ничего продолжают упорно ехать и в итоге больше полусотни машин успевают попасть в ДТП и ведь в Америке беспомощны не только рядовые водители вот полицейская машина полирует снег и не может тронуться с места а на этих кадрах микроавтобус с нью-йоркскими стражами порядка на выезд провожают чуть не всем микрорайон вот и возникает вопрос зачем американцам снимать кино про неадекватных русских когда у них пропадает свой гораздо более богатый материал видимо такой фильм не вписывается в идею собственной исключительности которой одержимы США другое дело достать из шкафа чучела страшного русского чтоб в который раз попугать им население я помню прекрасно первую холодную войну так вот нынешняя пожестче будет не доходили до практически полного срыва всех культурных соглашений этого тоже не было поэтому холодная война которая сейчас гораздо хуже чем та которая была тогда неизменно одно запад всегда делает из нас карикатурных злодеев ведь дорожное кино по большому счету правда вернее ее половина которая бывает куда хуже чем откровенная ложь далее в засекреченных списках запад твердит о российской угрозе однако нажать на ядерную кнопку готовится белый дом чем на самом деле знаменит автор кремлевского доклада у него существует большое количество конкретных интересов завязанных на территории российской угрозы эксклюзив засекреченных списков независимый американский журналист и бывший офицер разведки ВМС США рассказывает правду о борьбе с российской угрозой непосредственными получателями выгоды являются военные только в нашей программе об истинных причинах западной русофобии в начале года в Вашингтоне был представлен один из самых неоднозначных докладов последних месяцев речь в нем шла о тайных операциях Кремля за последние 20 лет об угрозах похлеще Пёрл-Харбора и теракта 9.11 Сенаторы США обвинили Россию цитата в нападении на демократию Презентовал документ влиятельный сенатор демократ Бен Кардин известный своими антироссийскими настроениями Сейчас я держу в руках доклад под названием «Асимметричное нападение России на демократию в мире Последствия для национальной безопасности США Двухсотстраничный доклад первое масштабное исследование вмешательство Кремля в политические процессы стран Европы и США Какие ваши доказательства? Конкретных доказательств тому, что оно имело место демократы не приводят Зато тут же предлагают создать новую спецслужбу для борьбы с так называемой российской угрозой Ну, слушайте Ну, это известный прием зеркала, да То есть, когда ты ставишь зеркало так сказать но только говоришь что это не не вы не ты а кто-то другой Принцип противного То есть, вот мы такие агрессивные А они еще русские еще хуже У них еще и медведи ходят При том, что в ряде штатов тоже ходят медведи по дороге За секреченные списки прочитали то что написано между строк скандального документа и поставили ложь о русской угрозе на первое место за секреченных списков Флагманы американской прессы смакуют истории о русском вмешательстве во все на свете Выборы в США Выход Великобритании из Евросоюза Референдум в Каталонии Русская угроза реальна и она значима Угроза национальной безопасности США была проигнорирована Трампом Русский хакинг Реальные проблемы еще впереди А тем временем независимый американский журналист отставной офицер разведки ВМС США Уэйн Мэтсон считает что смотреть надо глубже Если доклад появился значит это кому-то нужно Непосредственными получателями выгоды являются военные представители военной промышленности и спецслужбы вот те кому на руку плохие отношения между Россией и США Почему? Да все просто Тогда они могут настоять на том что нам нужны новые самолеты новые авианосцы Кроме того в этом есть выгода и для тех кто был загнан в угол после вторжения и оккупации США Афганистана и Ирака неоконсерваторам которые и предложили проект нового американского века Их очень много в администрации Трампа США недавно приняли рекордный военный бюджет на 2018 год И его надо как-то обосновать говорит Мэтсон А знаменитый американский политолог Стивен Коэн в интервью CNN сделал еще более громкое заявление Внимание! Мы находимся в состоянии новой более опасной холодной войны с Россией В отношениях с ней мы приближаемся к ядерному противостоянию подобному кубинскому кризису Но об этом в американских СМИ в том числе простите на CNN ничего не говорят Может американские СМИ молчат потому что иначе получается что агрессор это вовсе не Россия А как раз таки наоборот Тот кто публикует сомнительные доклады наращивает оборонный бюджет до рекордных 700 миллиардов долларов и стягивает войска НАТО к российским границам Мне кажется профессор Коэн прав когда говорит что следующим шагом станет то что еще не было использовано военная конфронтация Но может бриться не оружием и новая спецслужба для борьбы с российской угрозой это всего лишь попытка отстоять интересы отдельных людей Для начала давайте выясним кто он такой сенатор-демократ Бен Кардин представивший скандальный доклад В кулуарах его называют серым кардиналом Белого дома Говорят будто за определенную сумму он готов лоббировать интересы любого бизнеса Он действительно не то что он ненавистник России это интересы связаны с лоббированием финансовых групп которые пострадали на территории России которые рассчитывают на реванш получится у него там получается не получается но это у него одна из очень важных ролей другая важная роль связана с лоббированием просто банковской деятельности это вполне укладывается в излюбленную концепцию американцев ничего личного только бизнес но тогда возникает другой важный вопрос может ли этот бизнес ввязаться в игру которая потребует развязать настоящую войну об этом далее в засекреченных списках далее в программе тайное государство в государстве кто на самом деле управляет Америкой эти люди как правило а никем не избраны и б они остаются на своих местах вне зависимости от администрации и на чем в действительности делает бизнес президент Дональд Трамп те люди которыми окружил себя Трамп вкладывают деньги в его поддельное бизнес предприятие обо всем этом прямо сейчас только в засекреченных списках итак если верить скандальному докладу сенатора демократа Бена Кардина то Россия вот уже 20 лет оказывает военное и политическое давление на государства Европы и США независимые американские журналисты бывший разведчик ВМС США Уэйн Мэтсон в эксклюзивном интервью нашей программе признается все как раз наоборот это у США всегда были планы подобного давления на Россию были планы по извлечению выгоды от падения Советского Союза с того момента как только он распался в начале 90-х но эти планы носили не военный характер а финансовый прежде всего мне кажется Борис Ельцин в итоге понял что происходит но было уже слишком поздно а когда он отдал власть другому человеку в США поняли больше они не контролируют ситуацию но очень хотят контролировать вскоре после обнародования скандального доклада Минфин США разразился так называемым кремлевским списком в него вошли бизнесмены из первой десятки российского Формс на них предлагается наложить санкции Уэйн Мэтсон считает это лишь пиар-ход и цель его отвлечь американцев от коррупции в высших эшелонах власти США те люди которыми окружил себя Трамп вкладывают деньги в его поддельные бизнес предприятия не менее 500 корпораций с ограниченной ответственностью фирмы-однодневки не делают ничего кроме как укрывают его деньги об этих деньгах известно многим но имена людей которым они принадлежат никто и никогда не смеет назвать публично причем по обе стороны океана нет фамилии не будет мне моя жизнь дорога я хочу жить долго но именно эти люди и составляют тайную элиту белого дома рассказывает политолог Станислав Бышок говорят о так называемом дип стейт глубинное государство что это такое это с одной стороны все спецслужбы существующие в Соединенных Штатах а с другой стороны это класс такой глубоко укорененной бюрократии эти люди как правило а никем не избраны и б они остаются на своих местах вне зависимости от администрации и ц они все друг друга знают и д они связаны прямо или косвенно с спецслужбами в этом глубинном государстве и пишутся скандальные доклады составляются сомнительные списки конечная цель сверхприбыль сейчас на кону голубое топливо в недрах белого дома идет передел газового рынка если посмотреть на точки напряженности в мире становится очевидно они тесно связаны с экспортом и импортом голубого золота Ливия Киргизия Украина выстрел по слухам газовики делали многомиллионную ставку на проигравшую в 2016 году в президентской гонке Хиллари Клинтон но вот только отчитаться за потраченное она так и не смогла хорошо потратил потому что они же гарантировали были все убеждены что Клинтон победит Ливко получилось то что получилось надо отчитываться а тут очень легко списать на Россию вот это русские сделаем вот в пресловутом докладе соратника Хиллари Клинтон сенатора Бена Кардина и сказано выборы в США испортили русские хакеры они вообще только и делают что атакуют американских демократов а журналист Уэйн Мэтсон с грустью констатирует атаку готовят как раз таки в Вашингтоне Дональд Трамп не самый лучший и эффективный государственный деятель из тех что у нас были и возможно самый худший из них я тут просмотрел его команду советников по национальной безопасности и многие сейчас отдают им должное говоря они хотя бы держат его руки подальше от ядерной кнопки после двухсотстраничной лжи не первым и явно не последним остается только один вопрос почему мы не реагируем на подобные оскорбления ответ прост у нас абсолютно разные политические доктрины у американцев в сфере национальных интересов весь мир а у нас этот интерес заканчивается на границе Российской Федерации поэтому мы называем их по-прежнему наши партнеры Чем чудовищнее ложь тем охотнее в нее поверят эту фразу приписывают главному идеологу фашистской Германии Йозефу Геббельсу и когда дело касается тайных операций принцип по-прежнему работает причем безотказно идет ли речь об интригах в Голливуде о самолете невидимке пропавшем над Индийским океаном о Бен Ладане чья смерть могла казаться инсценировкой или об инопланетном обмане который стоил миллиарды нужно лишь вычислить кому оно выгодно и станет ясно ради чего все затевалось до сих пор